МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации, телерадио-компания «Гомель» У студии працует Светлана Князева, глядите в этом выпуске. У знак поваги сегодня у Гомеля открыли памятный знак Супрацовнику органов внутренних справ. Отказ на жилевые пытания у Мазыры будуют первые таунхаусы. Простерний дозорок у Гомеля стартовал форум классичной музыки. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля открыли памятный знак Супрацовнику органов внутренних справ. Новую городскую скульптуру установили на провокзальной площади И присвятили стагодзю белорусской милиции. На урочистой церемонии побывали наши корреспонденты. С початку была концепция. Початку святкования стагодзи белорусской милиции У Саковику этого года идею увековечения доблести Супрацовников милиции и подтримания становчего имиджа Органов внутренних справ огучивали не одноразово. Для ее реализации звернулися до ведомого гомельского скульптора Валерия Кондратенко. У Жневни модель трансформовалась в реальность. Мы работали с областным ГАИ, собирались там, обсуждали. Я приносил эскизы. И постепенно это коллективное творчество, считайте. И вот такая композиция. Вышиня бронзовой скульптуры крыху больше, как два метра. У центра композиции Гамельшанин – удельник Великой Чинной войны. Последы мобилизации он вернулся до дому и пошел на службу у милицию. Супрасовник у форме 50-х годов у звания старшего лейтенанта. На кителе узнагороды. Бадай самым складанным стал выроб мотоцикла. Знасти минавита модель М-72, якой после войны корыстались милиционеры, оказался непросто. Допамог гомельский коллекционер Александр Шамкен. Чакается, что узнагородник веток до нового памятного знака подчас урашистостей теперь станет еще одной городской традицией. И посредо подчас открытия скульптуры тут прошло узнагородживание нагрудными знаками и медалями. Это реальный сотрудник органов внутренних дел тех годов, той истории, который обеспечил во все времена правопорядок. И сегодня благодаря этому милиционеру, ветеранам тем, которые обеспечивали, сегодня наша милиция Гомельщины выполняет свой долг. Правопорядок, мы можем сказать, в целом Республике Беларусь обеспечен, также в Гомельской области. Цель достигнута. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, Телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Мазыры распочали будовництво таунхаусов. У каждом доме будут проживать по две семьи. Так званые блокированные домы относятся до бюджетных жилья. Их кошт дозволяет набывать его людям с средними доходами. Планами поврошения жильевого питания подсекавился Олег Сентюров. Мазыр часто называют белорусской швейцарой. Перш за все, дякуючу незвычайному ландшафту. Нема, напевно, ни одного человека, який застався обаяковым домествовым краеведов. У зеля, кем разе у Гомельской области, ничего подобного нема больше, нигде. Хоть живет Мазыр не только туризмом. Населенство города складает больше 110 тысяч человек, а тому жильевое питание для мазырян мает далеко неоплошное значение. Специалисты кажут, что сегодня рынок жилья перенасыщенный, а лег это не значит, что по опыту не иснует. Причем, калейшие два года тому на другостном рынке двухпокаевую кватеру продавали за 30 тысяч долларов, то зараз за 25. Сегодня самая дорогая серотых, что пропануется про интернет, четырехпокаевая кватера за 40 тысяч. У акционерного товариства Мазыр Прамбуд, якое озводить практически полову мазырских кватер, лечить, что и эту цену можно снизить. Во первую чергу, про будавництво тонхаусов двухповерховых домов на две семьи с особными у выходами. Тонхаусы – это загородное жилье со всеми удобствами. То есть все инженерные сессии будут подведены к данному виду жилью. Это канализация, водопровод, горячее водоснабжение отопления будет осуществляться от индивидуальных котлов газовых. Кобач с домом – невеликий земельный участок, непосредственно у квартиры на одну семью, три покоя, гостиная, кухня, гардеробная и гараж. Огольная площадь – 136 квадратных метров, кошка для 40 тысяч долларов. Примагчимость отримания банковского кредита. Будовники кажут, что навык при таких ценах будовництво тонхаусов экономично выгодно, головная организация працы и минимальные термины работ. Из-за своевременной поставки, быстрой поставки материалов, закупки и также графиков работ. Эти дома можно построить месяц-полтора. Первая черга мазырских тонхаусов – это четыре дома на восемь семью, при том, что полностью городок различен на 20 домов. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, Кали-радио компания «Гомель» с Мазыра. 10 листопада областное управление МНС проведе комплексную проверку автоматизованной системы централизованного повершения на гомельском химичном заводе. Будут выкористовываться электросирены и рупорные гучноговорители, усталяванные как на территории завода, так и за его межами. В период проведения проверки просьба до насильництва заховывать спокой и оставаться на своих местах. До новинок культурного життя. В «Гомеле» стартовал форум классичной музыки «Прастерний дозорок». На протягу трех тынёв он будет сопровожаться проведением адукационных майстер-классов цикавых творческих встреч с белорусскими музыкантами, а так само серые концертных программ. Форум открылся в областном драматичном театре и музычной комедии «Опера у пижаме». Вероника Врашилина Володой под рабязностями. Форум классичной музыки – масштабная и знаковая культурная подея как для «Гомеля», так и для уся горы Ейона, что вот я назбираю матру высокого мастатства разных взрослых и густов. Всё лето на урочистом открытии форума гости вечера змогли убачить незвычайную музычную постановку «Опера у пижаме». Это комедийный спектакль, наполненный вядомыми оперными ареями. В основе сюжета – истории четырех оперных спеваков, утягнутых у розной коллизии. Усё театральное действие отбывается под живый аккомпанемент музыканта у Гомельского симфоничного оркестра. Сольные парты выконывают запрошенные столичные артысты. У спектакля гучать ары из таких вядомых опер, «Ягдон Жуан», «Веселье Фигара», «Кармен», «Князь Игр», «Пиковая дама», «Ялген Анейен». Мы с точки зрения музыки собрали самые, пожалуй, известные оперные арии, но при этом они настолько гармонично вплетены в новый сюжет, что именно таким образом мы новую публику влюбляем в оперу, а те, кто уже оперу давно знает и любит, мы эту любовь усиливаем. Потому что вот таким образом, таким образом, под таким соусом, можно сказать, под таким музыкальным соусом, в общем-то, ну не существует оперных спектаклей. Вот, поэтому это какая-то такая вот новизна, какой-то вызов, даже, можно сказать, в рамках жанра. Программа третьего форума классичной музыки про стерни дозора кобяцая быть насыщенной и цикавой. Ее головная идея продемонстровать выступление у разных жанрах. Утым леку представят шедевры академичного мастерства прозоригинальные музычные эксперименты, не отыходячи при этом от классичного накерунку. Концертные вечеры будут сладиться один раз на тыдень каждую середину у 18.30 у Гомельским областным драматичным театры. До того же запрошенные выканавцы проведут майстер-классы для юных талентов. Музычное действие на протяжении всех трех концертных встреч будет сопровождать Гомельский симфоничный оркестр. В следующую среду гомельские слушатели уже смогут насладиться мастерством известных белорусских и не только белорусских музыкантов. К нам в гости приезжает Михаил Радунский, один из лучших виолончелистов Беларуси, Ярослав Макарич, гитарист, а также наш специальный гость, волторнист Альберто Капиелло из Италии. Все они втроем будут давать мастер-классы в колледже Нестора Федоровича Соколовского. Заключительным концертом нашего форума в этом году станет такой микс. Это классическая оперета, классический мюзикл. Концерт будет достаточно большим, насыщенным проходить в двух отделениях. К нам приедут солисты Белорусского государственного академического музыкального театра Ольга Шелевская, сопрано, и Николай Русецкий, тенор. Ну а также наша солистка городских оркестров Юлия Муха. Это будут дуэты, трио, разнообразная музыка и очень интересная. Форум классичной музыки – это спроба максимально наблизить шедевры со светного мастерства до сучасного слухача. Зарабить их более доступными, популярными и запотребованными. Классичные творы не смяродные, галовные, а подтримливать текавый глядашоу до их. Вероника Ворошилина, Валера Игапанько, теле-радио «Компания Гомель». «Спеваем разом». Доброченный концерт под такой назвой отбудется в ближайшую неделю 12 листопада у городским Центра культуры. Он организованный у Гомельской областной организации Белорусского союза «Жанчин». На сцену выйдут юные, але уже вядомые и беспяховые белорусские артысты – солисты Национального центра музычного мастерства имя Владимира Мулявина. Концертные номеры выканают переможцам музычного проекта «Я спеваю» Саша Локтьенова, финалистка шоу «Голос дети» Стефания Соколова, в дельнице финалу отборочного тура детячего «Евробачення» 2017 Мария Жилина. Так само выступить балет «Арт-платформа». Меццы в зале займыть коле 500 дзятей, выхованцы детячих домов, домов семейного типа, шмадзетных семьев и волонтеры громадских организаций. В роли ведущей концерта заслуженный дзят ж культуры Республики Беларусь Светлана Стаценко. ГТНШ новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.